Седьмой класс, третья серия. Решение задач. Задача первая. Сколько различных натуральных чисел от 1 до 100 включительно не делится ни на 5, ни на 8? В первой сотне 20 чисел, которые делятся на 5. Из них 2 числа делятся еще и на 8. Значит, 20 минус 2 получится 18. 18 чисел, которые делятся на 5, но при этом на 8 не делятся. В первой сотне 12 чисел, которые делятся на 8. 2 из них делятся еще и на 5. Значит, 10 делятся на 8, но на 5 не делятся. Если сложить вот эти числа 18, 2 и 10, значение этой суммы – это число тех чисел, которые делятся на 5, которые делятся на 5 или на 8. Если из 100 вычесть значение этой суммы, получится 70. 70 чисел не делятся ни на 5, ни на 8. Задача вторая. Чему равно значение данного выражения? Следует обратить внимание, что каждая четверка подряд идущих чисел дает 0. 5 минус 5 – 0. Следующая четверка. 13 минус 13 – 0. И так далее. Все четверки – 0. Остается последнее слагаемое – 505. Ответ – 505. Задача третья. Сколько различных результатов можно получить, расставляя скобки в данном выражении? Скобки влияют на знаки, начиная со второго. То есть вместо минуса может быть плюс здесь, здесь и здесь. Итак, две возможности – плюс или минус в трех местах. Значит, по правилу произведения перемножаем возможности. 2 на 2 на 2, 2 в кубе – это 8. Значит, возможно 8 различных результатов. Эти результаты представлены вот здесь. Так, например, если скобки поставить вот таким образом. Перед пятеркой будет не минус, а плюс. И значение выражения получится 18. Итак, всего 8 различных результатов. Задача четвертая. Можно ли построить 9 точек и 6 прямых, так, чтобы на каждой прямой было по 3 данные точки. Сначала давайте построим 4 прямые, попарно пересекающиеся. Вот так, что они образуют прямоугольник. А затем проведем еще диагонали этого прямоугольника. Так, 4 точки уже есть. Это пятая точка. И еще отметим на сторонах образовавшегося прямоугольника по одной точке. Вот и получится 6 прямых, 9 точек и на каждой прямой по 3 данные точки. Вопрос, можно ли построить? Ответ – да, можно. Например, вот таким образом. Задача пятая. Можно ли прямоугольный треугольник разрезать на две части, из которых складывается прямоугольник? Да, можно. Надо построить среднюю линию треугольника, а затем отрезать по этой средней линии и приложить вот таким образом. И получится прямоугольник. Вот эти треугольники равны по гипотенузе и острому углу. Вопрос, можно ли? Ответ – да, можно. Ответ – да.